Всем добрый день, с вами Science Daily и это новости науки. С 21-й миссией SpaceX, запланированной совместно с НАСА на 2 декабря 2020 года, на борт МКС будут отправлены новые научно-исследовательские инструменты и технологические разработки. О том, что именно будет доставлено на космическую станцию, в нашем видео. Образцы метеоритов и микробы. Некоторые микробы на нашей планете формируют слои на поверхности горных пород, которые помогают высвобождать полезные минералы и металлы. Этот процесс называется биомайнинг. Предыдущие исследования Европейского космического агентства позволили выяснить, как микрогравитация влияет на формирование микробных слоев на горных породах. И теперь агентство планирует продолжить свою работу, отправляя на МКС первый мини-реактор для добычи полезных ископаемых. Астронавты будут изучать процессы роста микробных пленок на горных породах и то, как эти пленки влияют на высвобождение полезных элементов из пород. Все эти исследования пригодятся в будущих миссиях, направленных на освоение других планет. Микробы могут способствовать разрушению горных пород и формированию почвы, пригодных пример для выращивания растений. Модель сердечной ткани Микрогравитация вызывает изменения формы человеческого сердца и влияет на его выносливость. До сих пор до конца неизвестно, станут ли эти изменения постоянными, если человек проживет больше года в космосе. Но если это так, то восстановление человека после длительных космических миссий может стать проблемой. Ученые хотят знать, как микрогравитация влияет на сердечные клетки и ткани. Для этого инженеры вырастили трехмерную модель тканей сердца, которая ритмично сокращается внутри специального устройства. Из 21 миссии SpaceX отправят ее на МКС. Образцы для высокотемпературной пайки Процесс пайки при высоких температурах часто используется в строительстве для соединения различных материалов, например, алюминия и керамики. Однако поверхностные процессы, процесс образования пузырьков и капиллярные потоки при застывании припоев в условиях микрогравитации отличаются от земных, поэтому на МКС будут отправлены уже спаянные в условиях земной гравитации образцы и материалы для проведения пайки в космосе. Ученые хотят исследовать, как будет протекать процесс пайки на МКС, насколько полученные образцы будут отличаться от земных. Эти знания помогут в будущих космических миссиях при строительстве или ремонте жилых модулей. Воздушный шлюз На МКС также будет отправлен воздушный шлюз нового поколения. Он будет пристыкован к жилому модулю американского сегмента МКС. В разработке и производстве шлюза приняли участие компании Boeing и NanoRug. На создание шлюза потребовалось чуть больше трех лет. Сейчас астронавты NASA используют для экспериментов и служебных надобностей шлюз на японском экспериментальном модуле. Своя калитка в открытый космос у NASA будет просторнее, чем японская и удобнее. Она позволит астронавтам выходить в открытый космос, а также запускать в космос небольшие спутники типа CubeSat. Части клеток мозга Небольшие части клеток мозга, называемые органоиды, могут существовать в течение нескольких месяцев. Исследование этих частиц на МКС позволит понять, как они подстраиваются под изменения окружающей среды. Органоиды выращивают из нейронов и нервных клеток, которые отвечают за стрессовое состояние человека и стимуляцию. Исследование позволит понять, как микрогравитация влияет на дееспособность, метаболизм и другие характеристики клеток мозга, включая когнитивную функцию. Все эти удивительные исследования будут проводиться на МКС в ближайшие месяцы и годы. И скоро мы узнаем результаты. Оставайтесь с нами, если хотите быть в курсе последних новостей. Субтитры создавал DimaTorzok